Белое озеро. Здесь бьют горящие ключи. Ежегодно тысячи птиц остаются зимовать. Вот лебеди. И молодой лебедь. Они хотят хлеба. И молодой лебедь тоже. Тут несколько взрослых лебедей. Вот этот лебедь дикий. Прелесел вместе с родителями. Также живет здесь лебедь Гоша, самец. И его дочка Асидора. Ну и какие-то дикие лебеди регулярно пребывают. Останавливаются здесь, на этом озере. Вот вдали. Домик лебединый. Стоит тут для красоты. Не знаю, пользуется ли лебедя. Тут еще один лебедь. Лебедь. Здесь у Гоши супруга Асидора. Дочка серебряная. Наверное, вот она с розовым пылом. У нее не красок, а только розовый. То есть, вот. Молодой лебедь еще один. Здесь постоянно живут Асидора, Гоша. Вот какая красота. Ну, это же просто залюбоваться можно. И прилетели дикие лебеди. Два. Со своим выводком. Ой, какая прелесть. Это, наверное, родители. Вот это как раз два лебедя, которые прилетели. С двумя молодыми, сиренькими лебедями. Вот. Похоже, да, это пара, семья. Очень красивые. Вот лысушечки черненькие птички с белым носиком остаются здесь зимовать. Уже несколько лет раньше не зимовали, теперь зимуют. Ну, чем они питаются? Они питаются тем, что дают люди. Хлебушком питаются. Я принесла три батона. Сейчас буду кормиться. Все истории про то, что белый хлеб вреден и черный, это все обман. Не соответствует действительности. Единственное, чем сейчас можно накормить таклоралом зимующих птиц, это хлебом. И все у них прекрасно. Ничего у них не застревает, не гниет в зобу. Этот идиотизм не подтвержден практикой. То, что пишут всякие сайты. Это не подтверждается практикой. Прекрасно они едят в кровь, и он у них прекрасно перевалится. Всю зиму на хлебе держится, только на хлебе, больше не на шум. Сейчас буду их кормить. Прекрасно.